Друзья, добрый вечер, воскресенье. Я тут угрею суп ребенку, мы делаем домашнее задание и завтра уже в школу. Вопрос с проводкой, со светом решился. Как вы видите, я уже снова при свете. Видео там, кот заговорщицкий так на меня смотрела, когда я его успела сфоткать, а когда хотела снять об этом, он уже закрыл глазки и начал засыпать. Значит, по поводу проводки. По поводу проводки, просто она слабая уже, старая, судя по всему. А у нас как бы и титан работает для воду греем бойлер, и печка электрическая, обогреватель, и чайник, и утюг, и все это вместе. В тот момент это все вместе прям не работало, работал обогреватель, вода постоянно греется, титан работает. И работала плита электрическая, готовилось мясо с картофелем в духовке. Володя все сделал, я уже рассказывала, что он как бы и электрик еще, поэтому он все сделал, все отремонтировал. Естественно, проводку не меняли, но там очень много было перегоревшего кабеля. Узнали также, что у нас свет в тамбуре запитан, или как это называется, вот от нас. То есть получается, что мы за него платим, да, у нас круглосуточно горит свет в тамбуре. И очень, конечно, хорошо придумано. Володя отключил этот свет, вот, потому что... Баловство там ходящее. Так, спасибо. Мы отключили этот свет, вот, потому что, ну, мне как бы... Нам нет особо нужды в круглосуточном свете в тамбуре. Мы не настолько часто входим, заходим в квартиру через тамбур, чтобы там круглосуточно горел свет. Это во-первых. Во-вторых, ну, как бы не помрем мы без этого света. Но чтобы, ну, как бы это не та необходимая, чтобы мы за него платили. И почему должны за него платить мы? Как бы квартиры две в тамбуре. Давайте тогда вместе платить. Нет, ну, нас вообще-то не устраивает. Я не знаю, как будут действовать соседи. Вот, подключат они этот свет или нет. Кто его подключил, кто его подключил именно таким образом, я не знаю. Ну, вот, давайте поговорим, чем мы занимались на каникулах. Вот, мы год тому назад уехали. И у нас как бы сложилось, какой-то досуг у нас сложился. Вот, как мы проводим время, как мы проводим вечера, каникулы. Не всегда есть время сделать то, что очень хочется сразу. Поэтому иногда я составляю список. Я всегда составляю список того, чем бы ребёнку хотелось со мной позаниматься. И мы этот список выполняем в основном, так у меня там суб греется, в основном на выходных или на каникулах. Вот. Если, ну, какие-то небольшие дела и быстро сделали домашку и так далее, то можно, в принципе, сделать эти дела и в будний день. Так вот, чем же мы занимались на каникулах? Мы проводим вечера с тем, что мы вместе ужинаем. Строим какие-то планы на будущее. Играем в футбол или в карты. Вот, беседуем. Дамир, у него сейчас большой интерес к стихийным бедствиям, к сверхъестественным происшествиям. К тому, как люди делали первые попытки к полёту. Вот. Дамир собрал 12 пакетов на данный момент и пытается как-то придумать. Либо сделать какие-то переполнки здесь, вот здесь вот на руках. Либо какие-то пакеты эти одеть, как парашют. Он уже запускал вверх Петю, вот, этого петушка, этого игрушечного своего. Он у него был парашютистом, он уже аквалангистом был, у кем он только не был. Вот. К слову, Дамир ещё очень интересуется эволюцией. Вот. В общем, Дамир пытается учиться летать. А, к слову, или с 7 до 9 лет где-то тоже думала, что я смогу научиться летать и всё такое прочее. Вот. Меня тоже интересовали полёты. Вот. В общем-то, Дамир очень этим интересуется. Он смотрел, как... Мы с ним пролопатили интернет. Он смотрел, как люди учились впервые летать. Какие придумывали они приспособления ещё. Чёрти-чёрти, когда. Вот. Так что у нас игры, песни, футбол, карты, какие-то беседы, ужин, вечернее баловство постоянное какое-то. Вот. Дамир также очень интересует, как работает машина. Ну, автомобиль. Вот. Он интересуется как принцип работы. Двигатель, электричество, газ, теплосети. Его это всё очень-очень увлекает. И он всем этим очень-очень интересуется. Он спрашивал, как поступать тепло в дом. Как, что там происходит. Вот эти вот котлы, газ, всякие там трубки. Не так давно приготовила очень-очень вкусный борщ. Потом мы очень здорово вместе все побеседовали. Дамир сыграл с Володькой футбол, а потом они решили вместе побороться. Володя его обучал всяким приёмам самозащиты. Также Дамир показывал нам всякие фокусы. Мы посмотрели много интересных фильмов, произвели много опыта, сделали много поделок, посмотрели много мультфильмов. Мы сходили в поход. Дамир пытался загипнотизировать нас всех. Он посмотрел много видео про гипноз. Его это заинтересовало. Он пытался ходить за гипнотизировать нас пытался. Ну а также мы уделили время тому, что ребёнок лечился, естественно, потому что он болеет на данный момент. Поэтому вот так проходят наши вечера, и не только вечера, но и каникулы, на которых мы на данный момент находимся, и которые уже в данный момент заканчиваются. Так, всё, супец нагрелся. Сейчас я пойду кормить ребёнка ужином. И у нас осталось ещё немножко доделать домашек. Потом в ванну накупываться, напариваться и отдыхать. Потому что с завтрашнего дня снова тяжёлые трудовые будни, учебная неделя и так далее и тому подобное. У нас там такая ситуация возникла в родительском чате. Предложили из Хознужд купить эти на урок творчества материалок. Это одна из родительниц. Вот она пошла и сама всё купила. Хотя странно договорились, что другая пойдёт купить с Хознужд. Вроде как она и сделала хорошо, а вроде как какая-то неприятная ситуация. Так не делается. Это вот даже самое я. Пойду сейчас молча всё куплю и напишу, а я купила. Ну, это как-то не к месту. Не знаю. Вроде договорились уже. Вроде хорошо сделала, а вроде и не очень. Вот такие вот пирожульки. В общем-то вот так вот проходят наши каникулы. Вот так проходит наше времечко. Домирчик очень заинтересовался тем, чтобы вырастить подсолнух. Он в своё время у бабушек выращивал цветы, и у него это очень хорошо получалось. Он выращивал просто растения, просто там и траву, ну, вот эту вот, которую вот в салаты, знаете, какая-то вот зеленушечка. Вот. И выращивал подсолнухи. У него прям выросли вот такие вот головочки у подсолнухов, да, вот эти вот с семечками. Это так интересно, так мило выглядит. Вот Домир хочет теперь и здесь тоже заняться этим вопросом. И тоже вырастить подсолнухи. Вот. Поэтому вот так вот. Кот на меня недавно посмотрел, так томно, так интересно. И задергал ушком. Это было очень-очень-очень-очень мило. Извините, я тут колупаюсь в своем ежедневнике одновременно. Ещё хотела рассказать вам. Вот я раньше смотрела передачу. Знаете, вот я с Еленой Летучей, да, в России. Обзоры на всякие рестораны и так далее. А у нас это была программа, я не помню, Ревизор, да. Ревизор у нас была программа. Вела её Ольга Фреймут. Вот. И она, значит, приезжала проверять всякие кафе, рестораны и всё такое прочее. Проверяла, ну, наверное, как Ольга, как Лена Летучая, наверное, да. Я не знаю. Я с Летучей не смотрела передачу. Но я думаю, что там один был принцип. Нужно было проверить, насколько чисто. Она доставала белые перчатки, вот так проводила по поверхности. Она проверяла, насколько там чисто, насколько чисто в туалетах, на кухне. Насколько соответствует громовка блюд, те, что подаются. Были даже моменты, когда она была в украинских ресторанах, и там были неправильно названы блюда. То есть, ну, в каких-то таких моментах, когда ски или ски, окончание, да, окончание слов, когда такое вот, часто писали неправильно. Мне так всегда нравилась Ольга Фреймут. Она всегда была просто эталоном женственности, всегда такая на каблучках, помада, такая укладочка, она такая блондиночка, вот маникюрчик. У неё были не накрашены ногти, я не видя в предательстве, что были накрашены ногти. Коротенькие, ноготочечки, подстриженные, вот. Но всегда она такая вот какая-то была, очень женственная, вот, очень красивая. И разговаривала всегда так, вот. Разговаривала она всегда на украинском, как она говорит, что её русский был бы как у Барбары Брыльской, вот. Поэтому она на нём не говорит. В общем-то, вспомнилась мне тут почему-то, почему-то эта передача, что-то я об этом хотела сказать. Правда, не помню. Не помню, не помню, не помню. Не помню, почему я об этом заговорила. Я, если вспомню, то скажу. Блин, серьёзно, не помню. Я посмотрю сейчас. Сори. Перемотаемся и вернёмся в следующем видео.